Все, что делает наш мозг, от контроля движений до рождения мыслей и эмоций, все достигается запуском электрического сигнала. Клетки, образующие и проводящие такие электрические сигналы, называются нейронами. На самом деле, в нашей голове достаточно электричества, чтобы зажечь электрическую лампу. Нейроны получают и передают информацию, преобразуя сигнал в конце нервного волокна, в электрический заряд. Когда клетка возбуждается, она может активно наращивать длинный тонкий отросток для поиска других возбужденных нейронов. В дальнейшем это приводит к образованию связи с клеткой, но они никогда физически не соприкасаются. Между ними остается крошечное пространство – синапс. Электрические сигналы не могут передаваться прямо через синапс, поэтому они преобразуются в химические вещества. Химические посредники движутся между двумя клетками. Так распространяются электрические импульсы. Когда синапсы установлены, отростки остаются на месте, и передача между двумя клетками осуществляется быстрее и легче. Благодаря электрическим сигналам нейроны могут сообщаться очень быстро. Но электрический импульс – не единственная их особенность. Они обладают большой гибкостью и могут менять связи с другими нейронами. Эта пластичность является основой уникальных способностей мозга. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...